Да, это было неизбежно. Сорян, не сдержался. Тот самый всем известный меметичный гимн ультрамаринов появился именно в Chaos Game. Я бы сказал, что только из-за этого игра стоит внимания, но нет, черт возьми. Ибо приветствую на канале, это Тим и Врата Хаоса до сих пор. Одна из лучших игр по Вархаммеру. Когда я только прикоснулся, пануил, пострадал и что-то не зашло, вот засело основательно и все хорошо. Но к ней все, есть ряд проблем, как технических, так и геймплейных, иначе я бы назвал игру не одной из, а лучшей повахи в принципе. Удивительно, что разрабы Random Games больше ничего громкого и значимого не сделали. Игра, пошаговая тактика, я глянул движок из вот предыдущей, работы компании Soldiers at War, но сильно облагороженной. Ибо игра выглядит хорошо вот при максимальном приближении. Да, устарела, понятное дело, но приятно состарилась. И как же, черт побери, я люблю пошаговые тактики, в которых выходишь на миссии, кастомизируешь каждого бойца. Проще говоря, я люблю XCOM, даже если это Gears of War или сеттинг Артуриан. Я обожаю. Версия игры Гоговская, там уже пропатченная, вроде должна работать, но нет. Это первая самая фундаментальная проблема игры. Начну я именно с технической составляющей, ибо с этой бедой столкнулся со стартом. Дело в том, что во время первого же вражеского хода игра вылетала. Нет, не так. Она просто останавливалась, и даже выйти из нее было невозможно. Посидев на форумах, я выяснил. Первое, штурмовики имба. Второе, конкретных решений нет. Кто-то пишет, а вот отредактируйте один файл, там со звуком проблемы вроде помогло, но нет. Мне буквально приходилось каждые 3-4 минуты выходить из игры, а это боль невероятная. Потом, не-не-не, классика. Режим совместимости, уменьшим разрешение, количество цветов, лучше выколоть глаза, отрубить руки, разбить монитор, и тогда, и тогда, нарисовав пентаграмму из смешанной крови младенца и черного козла в полнолуние на перекрестке, и, возможно, сработает, но не факт. А, вот что надо сделать. Уменьшить путь до директории с игрой, в идеале. Название Тома и игра. Все. Окей. А, вроде да, но нет. Еще локализацию от Фаргуса снес, благо текст простой, да из-за нее изображение игра набаковало. Окей. В итоге мне помогло видео с ютуба. Зайти в компоненты винды, выключить и включить дайрект плей. Все это каким-то образом сработало. Ну и режим совместимости с третьим сервис паком. На всякий. И то, чтобы вылетов не было, вот, всего пару раз. Однако же проблемы остались. Во-первых, звук. Почему ты, когда выбираешь миссию, звук начинает дик шакалить настолько, что даже если выключаешь его настройку, он все еще есть. Знаете, как в форрорах выдергиваешь вилку из розетки, а телевизор все равно продолжает работать, и вот-вот из него какая-то хня полезет. Но в самой миссии звук восстанавливается, это странно непонятно и вообще что такое. Далее, скорость анимации. Уж не думал, что тут будут проблемы, я всегда ставлю на максимум в играх, ибо проходится быстрее. А то, что не совсем эстетично, надо плевать. Тут есть две передвижения и прочее. Собственно, огонь вроде только. И огонь на максимум ставить вообще нельзя, игра прям начинает дико глючить. Да и со скоростью анимации движений тоже не все так просто. Иногда на миссиях нам дают технику, и при высокой скорости анимации она может дупо перестать двигаться. Стрелять может, двигаться нет. Вот досиди, думай, что к чему, что делать и кто виноват. И даже если все правильно провернуть, она может не двигаться, вот просто не хочет. Далее, в одной миссии нужно технодесантникам произвести определенные манипуляции. Так вот, нельзя. Игра может забаговать, и возможность проводить манипуляции не появится. И точно так же я только из мануала узнал, что апотекария может хилить. Это бесполезно, в принципе, ибо на миссию можно набрать кучу аптечек, но все же. И точно так же в теории технодесантник, наверное, может чинить технику или броню терминаторскую, а не-не-не. Потому полезность технодесантников и апотекария плюс-минус нулевая. Впрочем, они тут не одиноки. Раздражающий несколько моментов, но на том все, думал апотекарий там 7, может собирать, не-не-не. Но есть еще одна претензия. Гимн ультрамарина, в черт побери, звучит слишком редко. Да, саундтрек у игры неплохой, но вот супа не хватает. Есть еще такое четкое ощущение внутриигрового плеера. Ну знаете, когда нет непрерывной музыки, а трек заканчивается, ты понимаешь, что он заканчивается, и тут же начинает звучать снова. Но вот из-за паузы, переключения, ощущения не очень, но это уже совсем мелочи. Помимо кампании, можно поиграть отдельно в любую из миссий. Есть даже онлайн-режим, который, ну если постараться, с костылями, возможно, наверное, как-то, где-то, зачем-то, почему-то можно запустить, но в целом-то незачем. Миссия 15 штук, периодически между основными дают возможность побегать побочных, но не бесконечно унывым. Вроде можно покачаться, найти ресурсы, но ничего полезного или нужного ни разу не получил, так что можно сэкономить кучу времени от игры, не устанешь, если эти миссии игнорить. Полное прохождение у меня заняло чуть больше 20 часов, но это с вылетами, тормозами, тупниками и супер душной последней миссии, настолько, что мне пришлось на Эверест отправиться дабы организм кислородом насытить. Поэтому, думаю, если вот всю эту бесполезность дропнуть, второй забег выйдет часов на 12-14, но это с быстрыми анимациями, если. Сюжет следующий. Ультрамарены обнаруживают следы древней реликвии, а тут еще и несущие слова появились, так что конфликт неизбежен. В принципе, все. Да, тут ничего впечатляющего сильно нет с точки зрения сюжета. Ролики имеют место быть небольшое время от времени, разнообразие миссий невелико. Почти во всех цель убить врагов. В половине случаев убить врагов и провзаимодействовать с чем-то. Ничто, жить-забрать, выключить-включить. Всего раз было, что нужно убить конкретного юнита чернокнижника. Ну и финаль тоже. Уничтожить лорда Зимрана. Однако ж, если не отвлекаться на побочки, устаешь от однообразия не скоро. После выбора миссий дают возможность собрать сквар. И после стартового сегмента это три отряда плюс особые юниты. Сайкер, доступный раньше прочих, и наиболее полезный, ибо после каждого левелапа можно взять какую-нибудь способность. Правда, взял вот я телепорт, ну как же он плох, да и остальные способности тоже. Пользуя в технодесантнике и апотекаре я не увидел, у меня парочек убили, я даже этого не заметил. Капеллана дают в предпоследней миссии, и он не делает ничего. Капитан появляется в последней, и поэтому прокачать его нельзя. И оружия тоже какого-то особого нет. Да, характеристики сойдут, но мусор бесполезный. Есть по одному отряду терминаторов, численность которых можно восстанавливать, только найдя вот в одной из последних миссий доспехи. Опустошители и штурмовиков. Все. Да, еще есть куча отрядов тактических десантников, но забейте, их нет. У каждого десантника свои характеристики. Их очень много, и благо можно перекидывать между отрядами, выбирая лучших из лучших. Даже сержанты меняются в легкую, и тут не стоит ставить юниты с наивысшим показателем лидерства, ибо это на самом деле что-то вроде воли, определяющиеся за дезморалиться юнит после сожжения или нет. Единственное исключение терминаторы. Тебо нужно обладать соответствующей медалькой, получаемой после убийства пяти врагов на миссии. И да, штурмовики имба. Они настолько имба, что в первый ход прыгают на другой конец Скайрима и с диким гоготанием выпиливают вражеских терминаторов. Да, штурмовик спокойно так в одного выносит терминатора хаоса. Ну, может, и не оттуда от вооружения сторон зависит. Более того, штурмовик настолько имба, что у меня вот убил ответной атакой повелителя перемен. Простой штурмовик вынес гребанного высшего демона Дзинча, но после Эритрая. И вот тут рандом честный и результат не просчитывается заранее. Что радует, есть автосейв в начале хода врага. Так что, если кого-то из десантников убили, можно загрузиться и результат будет иной. Но, если только там 100 за 50 на 50 была. В принципе, если играть аккуратно, можно, но не всю игру штурмовиками пробежать, но около того. Главное, ахилок побольше накидать. Терминаторы хороши весьма, но беда в том, что они не могут не то что летать, а штурмовики, а даже бегать. Автопушка имба. Если удачно поставить, можно кучу врагов вынести. Но нужно встать, надо дойти. И тут, к сожалению, поля зрения и хода не отображаются. И случается так, что враги вроде в зоне видимости, но шанс попадания нулевые. Это странно. Обычно все происходит следующим образом. В начале терминатор с автопушкой пытается настрелять врагов. Вместе с ним два опустошителя с тяжелым оружием. Терминаторы тупо бегают куда-то в сторону врага, ревиля карту и служа танком. Если дали технику на миссию, она тоже настреливает. Меж тем, штурмовики, если миссия не в здании, допрыгивают до самых неприятных противников и, как правило, если не выносят сквад терминаторов хаоса в первый же ход, то хотя бы убивают большую часть. Как вариант, занимаются десантниками с тяжелым вооружением. Оставшиеся троица опустошители отчаянно надеются, что на карте есть культисты хаоса, дабы хоть как-то оправдать свое существование. Псайгер тоже бегает, пытается кого-то зацепить. Да, колдунство еще и не всегда удается, так что полезность ну, чуть выше единицы. Естественно. Еще один момент, вызывающий лично у меня недоумение. Может я не заметил, может не понял, но когда нам дают технику на миссию, то предоставляют выбор отряда, но выбор из одного, то есть его нет. Мы можем посмотреть, какая техника вообще существует, но опции выбора это отсутствует. Ну, окей, там можно в технику погрузить десантников, но это всего один раз за игру вроде или два максимум. Врагов действительно много, разнообразие приятное, культисты самому мусор вообще ничего не могут, кроме как массово закидывать гранатами и быстро умирать. Обычные десантники хаоса тоже бесполезны, как и наши, так тактические посленачального сегмента игры. Если только нет тяжелого вооружения, тогда да, тогда опасно. Берсерки поначалу давят штурмовиков скоро и отлетают. Вооружения терминаторов крайне разнообразны, они могут как быть довольно бесполезны, так и весьма опасны, особенностью, ближненькие. И терминаторы хаоса это самые такие, ну, часто встречаемые плотные потные враги. Колдун опасен, если его вовремя не убить капеллан, не то чтобы что-то из себя представляет, а лорд хаосом, понятное дело, он появляется в самом конце и существует в единственном экземпляре. Техника это рина, хищник, дредноут, и они долго не живут, ибо открытые для атаки сразу на спавне и опустошителе плюс наша техника, да и в виде сущей штурмовики не оставляют врагам ни шанса. Без демонов, конечно, никуда. Кровопускатели хорошие такие ближненькие. Если брони у штурмовиков мало, выносят их. Гончая плотина такая себе, не особо впечатляет. Розовый ужас мил и занятен только тем, что распадается после убийства на две мелкие версии, не представляющие особой угрозы. Раздражает огнеметчик Динча. Он даже в ближнем бою контратакует огненным полем по площади. Огонь частенько дизморалит, там управление юнитом исчезает и либо он восстанавливается спустя несколько ходов, либо умирает. Лорд перемены кровожат враги штучные. Вполне так себе ощущаемые в качестве боссов. Ну, кровожат попасть не, потому что он в ближнем бою силен. Встречают всего по разу. Кто бьет, ясно. Кого бьют, понятно. Но чем? Ух, лута много всякого разного. Причем есть обычные версии зачастую. Эй, супер, свэк, бич, VIP, голден автомат, буквально. Есть стоковые вещи слабенькие, есть те, что мы находим на миссии. Я так и не понял, как облутание в заданиях работает. И бы вот, тут у нас прямо в ящике в нашем самолете лежит тяжелая плазма. Но если не заметить этот ящик, не облутать его, то в следующий раз это оружие найдется очень нескоро. Но это же прямо у нас в самолете. Почему? А, неважно, забудьте, забейте. У каждого оружия есть показатели урона, что очевидно пробитие брони, если стрелковая дальность. Конечно же есть ограничения тактики, одно особое оружие или одно тяжелое. Ну, бесполезно. А после жителей два тяжелых, терминаторы могут носить только одну автопушку. У штурмовиков вообще ограничений нет. Ближнее, любое и легкое стрелковое. Кстати, а почему дали возможность лутать врагов? Но ты не можешь лутать врагов. В чем смысл, я не знаю. Просто посмотреть, что он на трупе лежит. Кстати, порадовало, что вот у ракетницы есть куча видов боеприпасов, но расстроило, что большие части мало какие полезны. Ибо кому нужны ослепляющие ракеты, например, не понимаю. Гранаты умеренно полезны, их действительно много видов. Крак поначалу нередко выручали, а потом просто альменее актуальны. Более поздние мощные гранаты в теории наверное полезны, но штурмовики к тому моменту имба может на максимальной службе запрямьем, не знаю. Я на нормале проходил, чтобы быстрее осилить. Отдельные виды вооружения описывать не буду, тем более в игре не плохая нациклопедия, есть, ну как, скорее сносная. В любой игре с шансами попадания возникает вопрос, а на сколько они вообще работают? С этим все, более чем. Что приятно, рядом с шансом попадания показывают шанс убийства. На попадание влияет и расстояние, что очевидно, и то бежал юнит или нет. Для дальнобойных. Еще есть прицельные атаки при стрельбе, но, увы, с тяжелым оружием это особо не работает и в очков действия тупо не хватит. Там, Х2. Хотя, если полностью прокачать юнита с максимальным АП, возможно все. Прокачка повышает все характеристики и случается лишь трижды. Про лычку терминатора говорил ранее. Если попасть по 10 врагам, значок меткого стрелка, лавровый венец, при выполнении цели миссии, если, конечно, это не дубо убить всех врагов, печать частоты за 5 миссий без дезморали, прежде чем закончить. Из каких-то мелочей карты багуют, раздражают, не всегда удобно, работает вертикальность, иногда просто юниты нельзя отправить на какую-то платформу, бо путь прокладывается на другом уровне. Ну, это решаемо. И да, пару раз на побочках было так, что я вроде карту зачистил, но вот где-то в каком-то углу порн сидит, никуда не хочет идти, один единственный враг и задолбаешься, пока его найдешь. Я даже багом это посчитал, миссию перезапускал. Ну, это типичная такая проблема игры данного типа. Тут встречается редко, но бывает. По итоговым ощущениям, отличная игра, да, несбалансированная, да, забакованная, да, последнее миссия супер душная, но большого количества достоинств, перевешивая недостатки. Интересно будет на Demon Hunter взглянуть, когда-нибудь, когда дойдут руки, ибо, учитывая скорость выхода игр по вахе, я никогда не закончу. Может, теперь пройду, но точно могу посоветовать ознакомиться. Ох, осталось всего парочка проектов, перед любимым Down of War. Ура! Правда, там Fire Warrior, а, несу тебя. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал и бусти, спасибо за внимание, и пока!